Теомири Чанчонсервативи, США Началась большая игра великих держав, и Китай в ней выигрывает. Роберт Мери Теомири Чанчонсервативи, США 23 мая 2019 года Из-за океана появились две аналитические работы по геополитике, опубликованные в самых высококачественных британских изданиях. Их авторы в мрачных выражениях пишут о грядущей борьбе между Соединенными Штатами и Китаем. Это не просто торговая война, заявляет экономист в своей подробной статье. Торговля там не составляет и половины, объявляет журнал. Соединенные Штаты и Китай соперничают во всех сферах, начиная с полупроводников и подводных лодок, и кончая блокбастерами и исследованиями Луны. Те дни, когда две сверхдержавы стремили жить во взаимовыгодном мире, давно уже прошли. Филипп Стивенс, Полип Степенс, из Financial Times написал статью под заголовком «Торговля». Это лишь первый выстрел в Америку на китайском конфликте. Под заголовок гласит, нынешнее противостояние является составной частью борьбы за мировое господство. Стивенс пишет, тема торговли теперь перешла в новую, более тревожную и опасную категорию. Экономика сливается с геополитикой. Почти на каждом углу в окрестностях Белого дома и Конгресса мы слышим, что Китай не просто опасный экономический соперник, но и будущие угрозы существованию США. Стивенс цитирует положение так называемой «национальной оборонной стратегии» под заголовком «усиливая конкурентные преимущества американских вооруженных сил». Эту стратегию в прошлом году обнародовал Пентагон. В этом стратегическом документе, среди прочего, говорится, что в Южно-Китайском море Китай стремительно осуществляет кампанию военной модернизации, цель которой ограничить доступ США в этот регион и обеспечить Пекину большую свободу действий. Пентагон предупреждает о более общей китайской цели. Это региональная гегемония в Индотихоокеанской области в ближайшем будущем и вытеснении США с целью достижения мирового господства в отдаленной перспективе. Экономисты Стивенс правы. Торговый спор – это лишь малая часть масштабного и исключительно интенсивного геополитического соперничества, которое может разжечь, как говорит Стивенс, очень горячую войну. В стратегическом документе Пентагона указывается на то, что главная внешнеполитическая цель Китая состоит в выдавливании Америки из Восточной Азии вплоть до Гавайских островов, чтобы они вновь стали ее передовой позицией в Тихом океане. Таким образом, Гавайи лишатся своей роли стратегической платформы для переброски американских сил и средств в Азию и станут не более чем оборонительным форостом США. Если такое стратегическое отступление произойдет, это будет одно из самых важных событий в международных отношениях после окончания Холодной войны. Америка демонстрирует свои силы в Азии с 1890-х годов, когда президент Уильям Маккинли получил Гавайи путем аннексии, а после войны с Испанией захватил Гом и Филиппины. Для ровного счета он создал условия для строительства Панамского канала и продолжил деятельную политику своих предшественников по укреплению ВМС США. Затем президент Тодор Рузвельт довел проект Панамского канала до этапа строительства, ускорил наращивание военно-морских сил и отправил свой Великий Белый флот в кругосветное плавание, подав тем самым сигнал о том, что Америка теперь будет неизменно присутствовать на мировой сцене, как будто кто-то еще не понял эту очевидную реальность. Одержав полную победу над Японией во Второй мировой войне, Америка превратилась в гегемона в Азии, получив колонии, военно-морские базы, авианосные группы и стратегические альянсы. В этих условиях даже сама мысль бросить вызов региональному господству США была бы отчаянным безрассудством со стороны любой страны. Даже поражение во Вьетнаме, нанесшее по Америке сокрушительный психологический удар, не смогло ослабить ее превосходство в Азии. Но сейчас Китай стремится перестроить свои боевые порядки таким образом, чтобы вытолкать Америку обратно в ее полушарие. А судя по формулировкам национальной оборонной стратегии, Америка не намерена отступать. Это проверка на силу воли, в которой присутствуют все атрибуты настоящего военного конфликта. Но если Китай представляет величайшую потенциальную угрозу положению Америки в мире, из-за чего война в перспективе становится вполне вероятной, но не неизбежной, то почему Пекин ведет себя так, будто не знает об этом? Зачем ему эти многочисленные и довольно глупые военные выходки, которые мешают сконцентрировать внимание и ресурсы на реальных проблемах? В национальной оборонной стратегии говорится, что американское руководство осознает эту угрозу, а вот действия Китая указывают на его неспособность осознать данную реальность и что-то ей противопоставить. Если бы внешняя политика США при Трампе основывалась на четком понимании китайской угрозы, она могла бы выглядеть следующим образом. Иран. В период после окончания холодной войны сумасбродную политику Трампа в отношении Ирана сумел перещеголять только Джордж Буш, вторгшийся в Ирак. Барак Обама оставил своему преемнику редкий дар в виде иранской ядерной сделки, которая давала возможность переключить внимание из Тегерана на положение Америки в Восточной Азии. Не в национальных интересах США было усиливать напряженность с Ираном, когда на горизонте замаячила намного более зловещая китайская угроза. Если бы политика Трампа была основана на реализме, он ухватился бы за эту возможность и через доступные каналы общения заключил ядерное соглашение ради достижения некоего регулирования, пусть слабого и ненадежного. Но вместо этого Америка при Трампе создала никому не нужный кризис. Кадры. Политику в отношении Ирана трудно изменить, но менять ее необходимо. А это значит, что Трамп должен отправить в отставку советника по национальной безопасности Джона Болтона и госсекретаря Майка Помпея. Действия этих громил на мировой арене вполне сочетаются с характером самого Трампа, но президент все больше недоволен результатами, особенно что касается оказания максимального давления на Иран, из-за чего США как никогда близки к реальным военным действиям. Не совсем понятно, хватит ли Трампу тонкости ума, чтобы понять, насколько деструктивны действия этих людей для его общих внешнеполитических целей. Безусловно, Трамп и сам во многом виноват, потому что он подталкивает Америку к открытым боевым действиям с Ираном. Но он не сможет выпутаться из этой авантюры, пока Болтон и Помпея побуждают его ко все большей враждебности в самых разных регионах мира. Трампу нужны такие люди, которые понимают, насколько неправильной и ошибочной была внешняя политика США после Холодной войны. Ему нужны такие советники, как полковник в отставке Дуглас Магригор, Дуглас Мач-Григор, и бывший сенатор Виргинии Джиму Эпп, и имя Эпп, а Болтон из Помпея, вон Россия. Среди тех событий, которые происходят сегодня в мире, нет ничего более зловещего и грозного, чем возникновение антиамериканского альянса с участием России, Китая, Турции и Ирана. Но идея создания такого альянса прорабатывается, и виноваты в этом в основном США, которые не смогли разработать внешнюю политику, признающую законные геополитические интересы других стран. Если США хотят сохранить свои позиции в Азии, этот процесс необходимо остановить. Ключом ко всему является Россия в силу своего геополитического положения в Евразии. Чтобы не допустить глобального усиления Китая, ему нужно помешать установить свое господство в Евразии. Сделать это может только Россия. Но у России нет для этого никаких стимулов, потому что она ощущает угрозу со стороны Запада. НАТО приблизилась вплотную к ее границам и угрожает включить в свой состав регионы, на протяжении столетий входившие в сферу российского влияния и составлявшие ее оборонный периметр. С учетом тенденций, которые уже явно видны на Дальнем Востоке, Запад должен нормализовать свои отношения с Россией. Ему следует дать Москве гарантии, что расширение НАТО закончилось раз и навсегда. А еще Запад должен признать, что Грузия, Белоруссия и Украина, да-да, входят в естественную зону российского влияния. Их никогда не пригласят в НАТО, и в любом решении украинской проблемы придется учитывать российские интересы. Далее, Запад должен смириться с российской аннексией Крымского полуострова. Это свершившийся факт, и в аналогичных обстоятельствах любая страна поступила бы так же, в том числе и Америка. Отвергнет ли российский президент Владимир Путин эти попытки примирения? Сохранит ли он свое враждебное отношение к Западу? Мы этого не знаем, но это определенно будет не в его интересах. И как мы можем это узнать, если никогда не пытались? Сейчас мы понимаем, что утверждения о сговоре штаба Трампа с Россией необоснованы, а поэтому пора определить истинный характер и размах стратегических целей Путина. Но это невозможно, пока действуют американские санкции, и сохраняется американская враждебность НАТО. Трамп правильно сказал во время президентской кампании 2016 года, что НАТО устарело. Позже он сбавил обороты, но любой нейтральный обозреватель понимает, что породивших НАТО обстоятельств больше не существует. Советский Союз исчез, угрозы существования Запада отсутствует. 1,3 миллиона российских солдат и войск стран-вассалов, которые стояли на пороге Западной Европы, сегодня тоже нет. Так какую же угрозу Россия может представлять Европе и Западу? ВВП Евросоюза в 12 с лишним раз превышает российский, а ВВП на душу населения в России в 4 раза меньше, чем в Европе. Численность населения в России 144,5 миллиона, а в Европе 512 миллионов. Кто-нибудь думает всерьез о том, что Россия представляет угрозу Европе, или что для выживания Европе нужен большой американский брат, как это было сразу после войны? Конечно, нет. Это просто уловка, позволяющая сохранить статус-кво. Европа зависит от Америки, русский медведь рычит и угрожает, а США в случае нападения будут защищать европейский континент. Все это смехотворно и нелепо. НАТО не надо распускать. Этот альянс нужно перестроить в соответствии с реалиями сегодняшнего дня. Им должны руководить не американцы, а европейцы. НАТО сама должна платить за оборону своих стран, сколько бы это ни стоило. В этом случае европейские расчеты покажут нам, каковы истинные оценки российской угрозы. Америка должна остаться главной союзницей Европы, но она не будет обязана вмешиваться всякий раз, когда какая-нибудь крошечная европейская страна ощутит угрозу. Статью 5, которая обязывает всех членов Альянса оборонять друг друга в случае нападения, необходимо упразднить, а вместо этого принять положение о том, что интервенция США возможна только тогда, когда под реальной угрозой окажется вся западная цивилизация. НАТО под началом Европы будет трудно отойти со своих передовых позиций на Востоке, поскольку она включила в свой состав слишком много стран после окончания Холодной войны. Но Альянс должен предоставить России заверение в том, что он не намеревается осуществлять провокационные действия, если, конечно, не будет провокации со стороны Москвы. Ближний Восток. Соединенные Штаты должны существенно сократить свое присутствие в этом регионе. Им надо уйти из Афганистана, предоставив талибам гарантии того, что Вашингтон позволит этой стране идти своим путем вне зависимости от результата, но только в том случае, если она не будет представлять угрозу для США и для их важнейших интересов. Американские войска надо убрать из Сирии, и Америка должна прекратить поддерживать неприглядную войну Саудовской Аравии в Емине. Мы должны четко заявить Израилю и всему миру, что еврейское государство является важным союзником США и что Америка будет защищать его всякий раз, когда оно окажется под угрозой. Но мы также должны подчеркнуть, что не стремимся военными средствами менять региональный баланс сил, исходя из одних только представления вероятных будущих угрозах странам региона, причем даже странам-союзницам. Соединенные Штаты не должны втягиваться в региональные войны, которые не имеют отношения к их жизненно важным интересам. Дальний Восток Когда в других регионах будет наведен порядок, Америка должна обратить внимание на Азию. Вопрос первый – хотим ли мы сохранить там свои сегодняшние позиции, или мы можем согласиться на усиление Китая, даже если это будет означать частичный уход США из этого региона? Если отступление приемлемо, тогда Америка должна добиться самых лучших условий для себя в ходе длительных, трудных и хитрых переговоров. Но если мы хотим сохранить региональное господство, тогда Китай придется изолировать и сдерживать. Это будет означать длительный период экономической напряженности и даже экономической войны. Будет конфронтация из-за непомерных притязаний Китая в Южно-Китайском море и других местах. США посредством умелой и взвешенной дипломатии придется формировать прочные альянсы с другими азиатскими странами, обеспечивать себе прочное технологическое превосходство и неизменно опережать Китай в гонке вооружений. Можно ли предотвратить войну при таком сценарии? История указывает на то, что это маловероятно. Но так или иначе, Америка не останется азиатской державой, если позволит втянуть себя в многочисленные маловажные ссоры и авантюры по всему миру. В Азии сегодня идет большая игра, и Китай в ней выигрывает. Эта ситуация не изменится, если Америка не начнет играть. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...